МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Звучительно женщины. Среди них Гульнара Березовская. Яркая помада, брючный костюм и шпильки. Она как будто сошла с обложки журнала «Деловой стиль». Главный специалист отдела цен компании «Алроса» поделилась секретом, как в 27 стать руководителем, совместить карьеру с воспитанием двойняшек и выйти в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры России». Как оказалось так, что молодая девушка 27 или 28 лет стала начальником серьезного отдела? 27 лет, да, у меня было на тот момент. В 26 лет я стала заместителем начальника отдела. Пришла туда в 25 мне было экономистом, в отдел цен. Вот как-то жизнь меня связала с ценами в компании «Алроса». Так я продолжаю двигаться в этом направлении. В 27 я стала начальником отдела, как раз делила предприятие на два вида деятельности. Выделилась авиакомпания «Алроса» в дочернем предприятии. В этот момент нужен был начальник отдела цен «Мирнинское предприятие». Потому что из одного отдела стало два в двух разных предприятиях. Кто-то порекомендовал вашу кандидатуру или это личная инициатива была? Может быть, вы вообще не думали о том, что вы будете начальником? Наверное, знаете, не то, что не думала. Все к этому близилось. Это было сугубо личное решение руководителя моего поставить. Меня начальником отдела цен. Потому что на тот момент я была заместителем начальника отдела. В принципе, других кандидатур не было. А заместителя как выбирали? Не знаю. Нет? Наверное. За какие вот такие, как вам кажется, заслуги были? Была именно ваша кандидатура рассмотрена. Ну, хорошо, такой может быть совет для начинающих 25-летних девушек, молодых людей, которые работают усердно и даже, наверное, не думают о том, что вот можно так быстро сделать такую хорошую карьеру к таким юным, так скажем, годам. Как это происходит? Секрет – это просто бешеная работоспособность. Приходилось задерживаться на работе, сидеть вечерами, бывало и ночами перед серьезными какими-то отчетами. То есть работа, работа, работа. И на заслуг моих много перед Нирницким и авиапредприятием. В общем, наверное, вот за работоспособность, за умение принимать, опять же, решение нести за ответственность, за исполнительность. Вот выбрали у меня на должность заместителя начальника отдела. Можно было заполнять эту пустую единичку. То есть, ну, и я считаю, они сделали правильный выбор. Нескромно, но она знает, о чем говорит. После Мирненского авиапредприятия Гульнару пригласили на должность главного специалиста в управлении компании «Алроса». Именно сюда она вернулась после недолгого перерыва. Состоятельства так сложились, что пришлось возвращаться к работе, когда детям был год и два. На семейном совете мы обсудили, приняли решение, что мне нужно выходить на работу. И со сложностями столкнулась с такими, что я даже себе не представляла, что бывает такое в жизни. Знаете, наверное, когда один ребенок, это сложно, и ты в первый раз с этим сталкиваешься. Ты думаешь, что мама, ты не знаешь абсолютно, что делать. Когда двое детей, мало того, что это, безусловно, двойная радость и двойное счастье приходит в жизнь, но это двойная нагрузка финансовая, моральная, физическая нагрузка. Но мне повезло, здесь в Мирном живут мои родители. То есть на тот момент, когда у меня родились дети, мама у меня была на пенсии, ей пришлось уводиться, она с самого рождения помогает мне с детьми. Сейчас папа у меня попал под сокращение, шел на пенсию и тоже помогает с детьми. Ну и муж, естественно, у него посменная работа, он тоже имеет возможность присматривать. Но скоро мы пойдем в садик, я надеюсь, будет легче. Ее энергии хватит на всех, так отзываются о Гульнаре ее коллеги. Гуля у нас наш энерджайзер, человек, обладающий большой энергией, который заражает и нас этой энергией, молодостью, готовностью всегда прийти на помощь. Знаем, что она обязательно докопается до истины, выведет всех на чистую воду и поставит свое заключение, которому уже никто не придерется. То есть компетентное мнение, которому доверяешь. Ты специалист, которому доверяешь. В конце декабря Гульнара Березовская решила проверить себя, подала заявку на участие в конкурсе, о котором говорили со всех телеканалов страны. На конкурсе лидеры России, который проводится для управленцев нового поколения по инициативе Владимира Путина начинаются полуфиналы. Конечно, не может не удивить тот факт, что вы оказались еще и в полуфинале такого крупного, известного всероссийского конкурса «Лидеры России», который организован правительством нашей страны. Вот как это вообще? Сложно это было? Это было безумно интересно, участие в этом конкурсе, когда я услышала о том, что правительство решило организовать такой конкурс «Лидеры России». Туда отбирались люди с управленческим опытом. Естественно, для меня, знаете, как для бойца, наверное, это был такой вызов. Проверить себя в первую очередь, узнать, на что я способна. Очень заинтересовали у меня призы. То есть для победителей конкурса это наставники в течение года, из ведущих лидеров нашей страны, и грант на обучение в высшей школе государственного управления, миллион рублей, естественно, мне хочется повышать свою квалификацию. Но я решила проверить. Не была уверена, что я пройду финал, конечно, ну изначально. Ну и вообще были сомнения, что, может быть, и тестирование, да, как-то не пройду, потому что недостаточно сложные были вопросы, ты к ним не готов. Школу я закончила давно, там были вопросы школьной программы, вопросы по истории, литературе, географии, политике. Это вот было первое тестирование, первый этап. Далее были тесты на числовые знания, вербальные способности. Я первый раз проверяла свои вербальные способности. Это достаточно интересно. Как их можно проверить? Это умение вникать в суть текста, то есть нам давался текст, нужно было его прочитать и определить. То есть дальше были ответы, что, допустим, правда в этом тексте, что ложь или что, о чем не говорится в этом тексте вообще, да, но может быть подразумевается, то есть из этих вариантов ответ ты должен был выбрать, что ты понял, тексты были небольшие, но и не маленькие, скажем, среднего размера. И меня поразило, что у меня высокий уровень вербальных способностей, никогда об этом не знала. Ну и третий этап тестирования, когда уже на управленческий потенциал. Тоже достаточно интересный тест. Он длился, если не ошибаюсь, 2,5 часа. Очень много вопросов, очень много повторяющихся вопросов, чтобы определить настойчивость, умение стратегически мыслить, умение мыслить в критических ситуациях. То есть, ну, очень много разных проверял способностей твоих. И когда мне пришел отчет о том, что я прохожу в полуфинал, вообще радости не было предела, я так собой гордилась. На полуфинале было очень интересно. 300 человек с Дневосточного федерального округа. Ну, правда, приехало меньше, если не ошибаюсь, там человек на 30 меньше. Видимо, не все смогли. Все-таки расстояния у нас большие. Финансовые возможности, видимо, не у всех как бы есть. Ехать из дальних регионов во Владивосток. 300, ну, грубо говоря, 300 человек, настроенных на позитив, на борьбу. Сразу в голову приходит у меня ассоциация, так что 300 спартанцев оказались там. Ну, можно и так сказать. Но, знаете, да, прям, знаете, какой-то вот такой явной борьбы не было, что я там, я больше умею, я больше знаю, несмотря на то, что там были топ-менеджеры крупных компаний Дальнего Востока, руководители банков, то есть из различных сфер деятельности были люди, и с IT-структур там, и, то есть, преподаватели с вузов, молодые причем, очень люди. И ты сидишь с ними за одним столом, и они к тебе тоже так же относятся как к равному. Ни у кого не было какого-то высокомерия, да, или они не считали, что они выше тебя и лучше тебя, умнее тебя. Вот, и когда я смотрела до этого полуфинала в других регионах России, то есть там все время эксперты, участники говорили, здесь такая атмосфера просто наполнена каким-то электричеством. Я думала, боже, ну что они говорят, каким электричеством, да, там может быть, наполнена атмосфера. Я прочувствовала это на себе, это действительно электричество, такое ощущение, что наши просто импульсы мозговые вот в какую-то цепочку связались там, и просто вот действительно выделяет ток, какую-то энергию. Ей ничего не дается легко. Она говорит, судьба все время испытывает ее на прочность. Уже на полпути во Владивосток на конкурс «Лидеры России» Гульнара столкнулась с неожиданными трудностями. Я еще не успела доехать до Владивостока, я еще ночевала в Хабаровске, потому что рейс был на следующий день, и ночью дочь мою положили с температурой, с удорогами в больницу, мы первый раз вообще попали в больницу, то есть меня нет, у меня паника, я уже хотела все бросить, лететь обратно. Это страшно, ты не знаешь, что с твоим ребенком, температура под 40. Ну, в больницу с ней легла моя мама, все время была на связи, то есть я приняла решение, что на следующий день я позвоню, удостоверюсь, если все плохо, я лечу обратно, если более или менее состояние нормализовалось, и что скажут врачи, то есть мы переждали этот момент, и состояние начало нормализовываться, но тем не менее несколько дней у него поднималась температура, нужно было все время следить, естественно, я на конкурсе уже где-то мыслями и здесь, и нужно думать о конкурсе, но как-то приходилось собираться с мыслями, настраиваться на участие, абстрагироваться от личных проблем, ну да, это такая проверка, знаете, характера все-таки еще была. Всего в жизни я всегда проверяю. Редактор субтитров А.Семкин